Они же продвигают концепцию, что человек от природы ленив. Мы на что можем ссылаться, может быть, Борис Витальевич, вы добавите, можем ли мы действительно подтвердить, что это склонно нашей природе трудиться? Ничего не делать – это как раз-таки очень тяжелая работа. То есть, целыми днями валяться на диване некоторые умеют, но не все. Самое важное в отчуждении труда – это не то, что даже человек должен трудиться, хочет трудиться, а сейчас у него такой возможности нет. Возможность дают. Но в чем заключается сама суть отчуждения труда? То есть, когда мы говорим об отчуждении. То, что от человека совершенно не зависит, что он делает. Вот он продал свое рабочее время. То есть, дальше, чем будет заниматься, определяет так называемый работодатель. Правильно? То есть, тот, кто его нанял. И он пытается как-то стимулировать, пробудить у человека интерес к труду, но обычно довольно мало, допустим, премиями, еще как-то. То есть, системой оплаты труда, других поощрений, похлопать по плечу. Но даже это делается, на самом деле, довольно неуклюже и довольно редко. То есть, постепенно, чем бы человек ни занимался, выравниваются зарплаты. То есть, разница в любой отрасли между максимальными и минимальными зарплатами постепенно уменьшается. И человек получает настолько мало денег, насколько мало ему может платить работодатель. То есть, если есть возможность найти более дешевого работника, он найдет более дешевого, даже если тот работает хуже. То есть, таким образом складывается общая ценовая политика на рынке труда, потому, что потом более умелый работник вынужденно уже пойдет работать на эту же зарплату. То, что другой больше никто не предлагает. И, в итоге, люди воспринимают труд не как то, что они должны что-то сделать, гордиться результатами этого труда, как-то использовать результат его труда, а как только источник денег, где нужно при минимальных затратах своих, отсюда, кстати, много халтур, много недоделанных работ и, в принципе, не особая интенсивность людей в труде. Так вот, как можно меньше чего-то делая, как можно больше получить. При этом, чем заниматься особой роль уже не играет. Хоть навоз размазывать по асфальту, лишь бы по 100 долларов за квадратный метр и площадь до горизонта. Тогда вот это хорошая работа. И вот именно через это идет отчуждение труда. То есть, человек становится, по сути, механизмом. Детский раз говорил о том, что сравнивать с самыми обезьянными собаками, на самом деле, это сравнение не оскорбительно для человека. Они просто делают то, что хотят, правильно? А наемный работник делает то, что ему сказали. Хочет он это делать, не хочет, никого не интересует вообще. Но при этом он на это тратит всю свою жизнь, кроме сна и опотравления естественных потребностей. То есть, нагрузка на наемного работника тоже по времени постоянно растет. То есть, в момент их были 8 часов, они уже не 8 часов практически во всех отраслях. И по факту-то они были, сколько хозяин скажет, а не сколько там прописано. Так вот, и в итоге человек получается как? Спит, ест, управляет естественные потребности, едет на работу, едет с работы и работает. И при этом на работе он занимается зачастую абсолютно бессмысленным трудом. Вот вроде уже упомянутого размазывания навоза по асфальту, но на самом деле таких профессий безумно много. Либо занимается малополезным трудом. Более того, от эффективности его труда, его зарплата не зависит. Это вот как раз тоже очень важный момент, который нужно понимать. Что если человек начал работать гораздо эффективнее, он этого получать больше не будет. То есть, если мы, допустим, даже меняем станок, работодатель меняет станок, вместо старого, убогого ставит новый, совершенный, вложил, конечно, в это деньги, понятно. Вот рабочий начинает на этом станке делать в 10 раз больше продукции, да еще и без брака. Он станет в 10 раз больше получать? Да нет, он вообще не станет больше получать. А в глобальном смысле станет больше товаров и вообще зарплаты по всей отрасли упадут. То есть, он себе еще и навредит своему данным трудом. То есть, в данном случае абсолютно никаких бонусов с того, что человек хорошо труется, плохо нет. То есть, этот труд действительно является в этом отношении рабским. Сказали пахать, ты пашешь. Сказали не пахать, ты не пашешь. То есть, могу копать, могу не копать. И вот, типа, раб это навсегда, а ты на какое-то время нанимаешься. Ну, в этом отношении не знаю. Во-первых, многие всю жизнь вынуждены работать на одной работе. И при этом их потомки будут этой же работой заниматься. Во-вторых, когда человек покупает раба, это ценные имущества, его хоть как-то берегут. А наемный работник, он как бы сам по себе. Сейчас некоторые гордятся тем, что работают как бы удаленно на аутсерсии и так далее. А это всего лишь делается для того, чтобы за них вообще работодатель никак не отвечал. То есть, они официально в штате не числятся. Поэтому в случае производственной травмы ничего получать не будут, в случае болезни ничего получать не будут. Никакого социального пакета не имеют. То есть, идеальный вариант, как показать способ отчуждения труда, это когда люди, профессора или таджикские пастухи какие-нибудь, то есть, люди из нашей страны, из другой страны и так далее, зарабатывают в такси. Вот есть агрегаторы, допустим, тот же самый Яндекс, он типа не капиталист, он никого на работу не нанимает. Он всего лишь предоставляет людям возможность работать. На самом деле, он является капиталистом. И там есть отчуждение труда. То есть, наемный работник, в данном случае таксист, почему он наемный работник, они в большинстве считают себя как бы самозанятыми, типа, я сам решаю, как работать. Нет. Они не могут даже с клиентом договориться насчет цены. То есть, и цену, и маршрут им определяет так называемый агрегатор. То есть, я плачу, допустим, не таксисту, я плачу Яндексу. Тот какую-то часть денег перечисляет таксисту. То есть, это наемный работник по сдельной работе. И при этом вот он работает черт знает сколько, везет того, кого хочет везти и кого не хочет везти. Правильно? Везет туда, куда указал Яндекс за те деньги, которые указал Яндекс. Вот это просто пример, что человек работает, работает по 12, по 14 часов в сутки. Но если с ним что-то случится, ему никто ничего не должен. Вообще. Ну, я не знаю. Я не думаю, что здесь участь раба, допустим, чем-то сильно хуже.